Привет вам, любители комиксов! И, наконец-таки, мы добрались до «Сорови головы» Фрэнка Миллера. Бендиса и Малеева мы уже посмотрели. И теперь давайте посмотрим на три тома «Сорови головы» Миллера и Янсена. Что ж, так выглядит лицевая сторона книги. Так выглядит корешок. И так выглядит задняя сторона книги. Три тома выходили под эгидой Камильфо на русском языке. И давайте полистаем. Книжка может даже хрустеть. Я лишь один раз ее читал, соответственно, поэтому все это время наставил на полке. И даже до сих пор попахивает свежей бумагой. Содержание, соответственно. Предисловие и начало истории. Как я уже неоднократно говорил, для меня «Сорови голова» Миллера не так интересен, как «Сорови голова» того же Бендиса. Для меня, как минимум, первый том Фрэнка Миллеровского «Сорови головы» довольно скучный и посредственный. Потому что здесь мало чего происходит интересного. И, в принципе, довольно много слабых сюжетных поворотов и историй. Но, тем не менее, все-таки это 80-е годы, не стоит забывать. И по тем меркам это был действительно крутой комикс с крутым экшеном, с своей узнаваемой стилистикой. И, как бы там ни было, что бы я ни говорил, этот комикс исторически важен, потому что именно благодаря Фрэнку Миллеру «Сорови голова» из абсолютно непопулярного и скучного пустого персонажа, который потерял свою какую-либо значимость для Марвел, для фанатов. Он вдохнул в него жизнь, по сути, реанимировал персонажа и вывел его в топ узнаваемости. В моменте даже «Сорови голова» конкурировал с Пауком за пальму первенства, скажем так. Хотя, казалось бы, кто может потягаться с Пауком или людьми Икс? И, тем не менее, герой второго эшелона приобрел популярность и стал знаковым персонажем, культовым, благодаря работе Фрэнка Миллера. Поэтому нужно отдать дань уважения и должного. Это действительно важный комикс, важная история. И теперь она доступна на русском языке. Ну, как теперь? Она уже довольно давно доступна на русском языке. Возможно, даже сейчас будет сложно найти в сводных продажах этот комикс. Но, тем не менее, я помню, что он не очень хорошо покупался. И из-за этого 28-й и Камильфон, соответственно, устраивали полноценный краудфандинг, когда можно было поучаствовать в выпуске, чтобы доиздать третий том, как Бендиса, так и Миллеровского Сорвиголовы, соответственно. Ну, я в этом деле участвовал. Как раз вот благодаря этому у меня и появились в коллекции третий том и Сорвиголовы Фрэнка Миллера, и Сорвиголовы Бендиса. Да, единственное здесь минус, учитывая, что книга довольно плотная, страницы прямо так норовят закрываться, и, как видите, их нужно придерживать, разминать. Сильно этого делать я не хочу, потому что есть риск того, что тут прошивкой будут страницы отлаиваться, или прошитые страницы просто будут вылетать из книги. Поэтому, когда ты ее читаешь, приходится довольно-таки растягивать страницы, чтобы они были ровные, а не превращались в гармошку. И вот на камеру, наверное, тоже это будет немного неудобно смотреться, потому что, возможно, фокус будет теряться на тех или иных страницах, особенно это будет заметно при перелистывании. И тем не менее, тем не менее, даже в первом томе здесь много интересных событий. Там, например, вот с Электро, как раз-таки с Электрой встреча и знакомства, арка с Пауком, противостояние Халку, сражение с Меченым, и, конечно же, встреча и знакомство с Амбалом или Кингпином, что тоже является довольно значимым событием. Поэтому, при всем, при том, что я говорю, что Комин для меня окажется посредственно, он действительно богат на события... Ну вот, да, как видите, как раз-таки Кингпин должен умереть. Это тот самый выпуск, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с нашим главным колоритным злодеем, который запомнился мне как Амбал по прекрасному мультфильму Человек-паук 90-х годов. Ну и вот, собственно говоря, на этом противостоянии. Здесь как раз-таки наш Кингпин классический абсолютно, что тоже не может не радовать. Ну, на этом как раз-таки противостоянии и заканчивается, практически заканчивается комикс, данный сборник. Но, тем не менее, тем не менее, начинается как раз-таки большая сюжетная линия. И вот следующие два тома «Сорвиголовы» уже, на мой взгляд, будут поинтереснее, чем первый, потому что первый можно называть, ну, фактически разминкой перед самым главным актом, скажем так. По поводу доп. материалов, здесь довольно все скудненько, но есть небольшие сценарные вырезки и дополнительная обложка, а именно постер с «Сорвиголовой». Что ж, вот таким получился обзор на «Сорвиголову» Фрэнка Миллера и Клауса Янсена, первый том. А у меня на сегодня все. Увидимся в новых обзорах. Увидимся в новых обзорах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова